Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. Сегодня у нас новая локация, новое видео и долгожданные обновочки с сайта Гипюр. Как знаете, я люблю этот сайт, потому что, в принципе, он соответствует всем моим потребностям к вещам. То есть, внешний вид и качество мне очень нравятся, поэтому я постоянно заказываю там вещи. И этот заказ, мега-супер-мега заказ, исполнение моих желаний, то, что я так давно хотела. Может быть, конечно, какие-то вещи сейчас не актуальны, хотя на улице сейчас зима, и еще я успею поносить кое-что, о чем я так давно мечтала. Наконец-таки оно ко мне пришло, и оно просто превосходило все мои ожидания. Честно говоря, давайте прямо с этой вещи прямо начнем, раз уж я уже начала ее пиарить. Это шуба! Да, это вот такая вот шубка, она такая классная! Честно говоря, я посмотрела на сайте, все внимательно почитала, я, в принципе, поняла, какая шуба у меня, да. Я давно хотела бежевую шубу, такая вот она, длина миди, то есть между длинной и по колено, да, миди. Вот, и хотела ее оверсайзом немного взять, ну, то есть не оверсайзом, а такую, ну, свободную, да, как шуба-халат. Вот что, вот на самом деле все, вот все, как я хотела, а то, что превосходило мои ожидания, я думала, что она придет, знаете, есть такая немного, как бы, как будто она пожмаканная, что ли, немного как будто покошлаченная, вот сейчас модно такие шубы, да. Я почему-то думала, что она такая придет, и когда я ее начала открывать, она пришла в футляре, все запечатано, и когда я ее открываю, я достаю оттуда вот такую нежную, просто нежную девочке шубку, она вообще прям как под норочку сделана, коротенькая, такая приятная. Я думаю, вау, я даже не ожидала, что придет именно эта шуба, именно вот из такого материала. Она реально просто как халат сделанная, с поясом идет, у нее такая еще яркая подкладка, мне кажется, что она придает, придает этому еще более какой-то, знаете, casual. Ну, вот, например, если просто, да, как мне кажется, если просто такая шубка, то можно ее так под классику, там это, если такая спокойная подкладка, а то, что она такая подкладка кричащая оранжевая, она придает какой-то яркости и какой-то такой вот уличности, что ли, больше какой-то современности, что ли. Хотя нет, я, наверное, не все слова подбираю, но, в общем, яркая подкладка мне нравится, вот я даже ее не хочу менять ни на что. В общем, идет в комплекте поясок, длина просто замечательная, размер я беру L, вы сейчас посмотрите, как на мне сидит L размер, потому что я люблю, чтобы я могла одеть пиджак, чтобы я могла многослойные какие-то наряды одевать и легко, легко, повторюсь, влетать в свою верхнюю одежду. И я еще взяла куртку новую и короткую, и удлиненную, и все размером L, и, ну, я сейчас вот так вот беру, да, пиджаки я люблю, L, XL брать, вот, а что касается брючек и там шортики, это я посмотрю, это я все беру уже своего размера. В общем, вот эту я взяла шубу-халат размера L, и безумно довольна, что она у меня появилась. Да, зима заканчивается, но я еще успею ее поносить, потому что снег у нас еще лежит, вот, и я давно ее, честно говоря, хотела, так же, как и боты бежевые, о которых я вам рассказывала, да, и вот, наконец-таки, мечты сбываются. Посмотрите, посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь впереди идут застежки, такие просто, вот такие клепочки, вот, раз и два, очень быстро застегиваются, я люблю на самом деле, я не люблю, когда какие-то змейки, у меня даже куртка есть, которую я покупала длинная, она идет у меня, получается, на змейки и сверху еще клепочки. Вот я вам честно скажу, что змейку я вообще никогда не застегиваю, я ее тупо застегиваю на клепочки, потому что так быстрее, и легче расстегнуть и застегнуть. И здесь вот такие вот мне нравятся, раз, два, три, и все, и хватит, да. Либо просто от того, что здесь есть отдельный пояс, я такая, чтобы, знаете, накинула и поясом завязала, и все, и хватит. Карманы достаточно большие, глубокие, воротник красивый классический такой, двубортный, да, это как бы называется. Длина рукава замечательная, я очень люблю, и все очень свободно и легко прям я влетаю, довольна вообще прям. Раз уж мы начали говорить про верхнюю одежду, мы тогда и продолжим верхние одежды. Как вы знаете, я очень люблю двухсторонние вещи, потому что мне кажется, что, знаете, я человек, который любит разнообразие. И если у меня в одной вещи сочетается и красная, и черная, например, да, и белая, и синяя, то это клево, я могу эту вещь использовать как-то двойной, да. Мало того, что может испачкаться одна сторона, мы можем перевернуть на другую. Ну и разнообразие, то есть для меня это очень важно, и когда я нахожу вещи двусторонние, я очень радуюсь. И вот, например, куртку я взяла двустороннюю, она вообще очень яркая, зеленая и золотая, такая, с капюшоном, и тоже она на клепочках сделана, тоже размер я взяла L. Почему выбрала, там два цвета у них есть, еще какой-то цвет есть, я не помню, но я выбрала именно зеленый и золотой, потому что в моем гардеробе сейчас преобладает цвет именно беж, мне нравится прям беж, коричневый, молочный, и вот такие зеленые, и они очень все сочетаются, поэтому золото я выбрала одну сторону, а второй я выбрала зеленый, просто потому что знаю, что мне очень зеленый идет, и такой цвет, знаете, не маркий, под все подходит. У меня была зеленая куртка, я ее отдала, потому что она уже стала неактуальной не по своему цвету, а по своим декорациям каким-то. Я ее отдала, подарила, и когда увидела, что есть такая еще более удлиненная, вот у меня есть черная куртка, я ее прям реально заносила, длина точно такая же у моей черной куртки. Но все время черная, тоже она достаточно маркая, я думаю, надо что-то цветное. А тут получается, что у меня одна черная куртка, а тут сразу две, понимаете, и зеленая, и золотая. Захотела быть яркой, кричащей такая, куда-то пошла на тусовку, одела золотую, захотела поспокойнее как-то, да, одела зеленую. Ну и в конце концов, если что-то испачкалось, то раз-раз и... Еще моя черная куртка, например, она без капюшона, я хотела что-то с капюшоном, потому что, ну, реального для курток лучше брать что-то с капюшоном. Ветер какой-то, еще что-то, даже шапки порой бывает недостаточно, чтобы тебе не задувало в уши. Поэтому я увидела, что она с капюшоном, и сразу же ее взяла. Также здесь карманы есть с двух сторон, да. Длина, цвет, все супер, размер L, также в нее влетаю, и смогу одевать многослойные наряды, большие объемные свитера, и ничего мне нигде не будет давить. Вот, это я люблю. Посмотрите, как смотрится, я думаю, вам понравится. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и еще одна курточка тоже идет размером L, она уже коротенькая, коротенькая. Я тоже ее взяла так, чтобы она... она сама по себе оверсайз, в принципе, смотрится, куртка эта, но я ее взяла еще размером L. Потому что, опять же, говорю, почему я люблю все объемное, большое, чтобы я под нее могла одеть большой свитер с горлом, да, и мне было комфортно. Сама она сделана под кожу, по-моему, эко-кожа. Очень такая прям плотненькая, и курточка, я вам скажу, такая прям тяжеленькая. Я думаю, что она в связи с этим будет очень теплая, потому что прям я засовываю руку сюда, и мне кажется, прям вообще здесь столько-столько всего. Здесь огромный-огромный капюшон, который мне очень понравился. Он очень красиво смотрится, такой прям вот суперобъемный. Куртка короткая, и она такая объемная, как сейчас очень модно, то есть актуальные вот эти все. Пластмассовая змейка мне очень нравится. Низ вот здесь вот затягивается, чтобы он не торчал, то есть я затянула с одной стороны и с другой стороны. Кармашки есть, вот. Ну и в принципе все. Я ее вот одела, и мне нравится. Под кожей, это точно не нужно ее постоянно стирать или еще что-то. Она такая увесистая, такая, знаете, прям серьезная курточка. И если что-то где-то протерла, то есть я с малым вообще без проблем могу гулять, и что-то где-то он у меня испачкал, и раз и протерла. И вот это мне нравится. Вот, капюшон такой тяжелый, серьезный, массивный. В общем, под мои все наряды вообще замечательно. Я эту куртку тоже очень сильно ждала, потому что, еще один момент, да, я все время за рулем, очень часто. И у меня, ну, осталось всего там две куртки. И все время я таскаю черную, потому что черный под все подходит, такая классика, которая должна быть везде. И вот моя куртка, она от того, что длинная, а когда погода не очень хорошая и машина пачкается, да, то у меня весь низ все время запачкан в моей куртке, которую я ношу каждый день, понимаете? И я каждый раз думаю, блин, надо черную куртку короткую, надо черную куртку короткую. Хотя бы, чтобы если я куда-то что-то выбежала, я ее так одела, но она теплая должна быть, да, одела так черную куртку. И вот там, где низ, где идет ниже попы, да, чтобы оно уже у меня не пачкалось, вот. Поэтому эту куртку я прям увидела, когда влюбилась в нее, в ее фасон, вот это вот все. И прям ее заказала себе и счастлива и рада. Субтитры сделал DimaTorzok И так, идем дальше по порядку. Пиджачок. Конечно же, я не могла обойти пиджак стороной. Мне очень понравилась эта расцветка, то есть беж. Опять, видите, коричневый, бежевый, мне это нравится. Я посмотрела на модели, очень хорошо смотрится. Единственное, что, по-моему, эти пиджаки разобрали размеры, которые я хотела. Естественно, я хотела взять L или XL, но, по-моему, этих размеров не было. Посмотрите сейчас, может быть, сейчас появились, но когда я заказывала, их не было. И поэтому я заказала M размер. И я вам даже скажу, что он M как на S. То есть это размер в размер прям он мне идет. Он теплый такой, знаете, утепленный пиджачок. Но я хотела брать его опять оверсайз. А он мне пришел размер в размер. Ну, может быть, конечно, это не значит, что прям размер в размер я теперь не ношу. Но мне больше предпочтительнее брать, допустим, большие пиджаки. Потому что, если, например, вот этот я захочу одеть, я смогу под него одеть только вот этот тоненький, тоненькую водолазочку. А, например, у меня есть такие увесистые, вот тяжелые рукава. Они просто сюда даже не влезут. Поэтому я беру больше размер. Но расцветка очень классная и мне нравится. Я тут еще играю со светом. Чтобы света не было много, я что-то вот тут ваяю, не могу понять. Потому что я, бывает, смотрю на камеру, и мне кажется, света много. Когда смотрю на компьютере, то классно. Когда я здесь смотрю, света нормально, а на компьютере смотрю темновато. Поэтому, если что, немного играю здесь со светом. Не судите строго. Давайте теперь пойдем по низу. Я заказала очень много нижней одежды. Это, что касается брюк, я заказала кюлоты. Вот, кстати, эти кюлоты сейчас на мне. Они зеленого цвета. Полностью они мне нравятся. Все супер-пупер. Но почему-то мне кажется, что эти кюлоты, они не совсем кюлоты. Потому что кюлоты, на мой взгляд, должны быть чуть-чуть короче. А тут, получается, они, как знаете, такие немного укороченные брюки. Но, в принципе, они неплохо сидят, неплохо смотрятся. И даже в этом что-то есть, что они не такие короткие. Обрезать я их не буду. Я их оставлю такими. Мне очень нравится, что завышенная талия везде. Здесь тоже завышенная талия. Очень классный крой. Размер мой в размер S прекрасно подходит. Но, как раз-таки, все вещи, которые я сейчас заказываю, особенно нижние, вот они реально, вот размер S. Это то, что я похудела. Я сейчас вешу 54 килограмма. До этого я весила 62 килограмма. И оно просто на меня бы не налезло. Потому что первым делом у меня поправляется живот. А я все беру с завышенной талии сейчас. И, конечно же, мне нужно было бы брать размер M тогда. Вот. Но так как я сейчас похудела, и прям все-все в притычок на меня так красиво садится. Вообще, жизнь без животика, это супер. Ну, если вы не беременны, конечно. Вот. Итак, посмотрите на эти кюлоты. Они очень крутые. Я им полностью довольна. Они классно подходят под мои ботинки и под многие водолазки. Просто кайф. Следующие брюки давайте я вам покажу. Тоже мне очень понравились на сайте. Именно вот эта клеточка. Клетка здесь идет, смотрите, несколько цветов. Такое вот идет розово-красное, бордовое. Вот что-то такое, да. А потом идет такой молочно-бежевый цвет. А это значит, что под вот эту водолазку я прекрасно могу их носить. Я могу их прекрасно носить под свой розовый свитер водолазка. Очень классно. Я тут тоже вам покажу, как это смотрится классно. И вообще вот синий цвет сюда тоже можно. Мне прямо они понравились. И еще понравились, что они такие, они очень завышенные. Прям, да, вы увидите. Они очень классные. Тут такой широкий пояс. То есть можно также под ремень. И тут, кстати, в комплекте идет ремень. Вот такой вот. Но мне, честно говоря, мне не очень понравился, как он здесь смотрится. То есть он классненький. Его можно классически достаточно. Такой бордовый красный. Его можно применить куда-то в другое место. Но вот здесь он мне не понравился. Я бы вообще без ремня выносила эти брюки. Они здесь с защипами. Такие идут как бы объемненькие. И, как я понимаю, они даже немножечко заужаются к низу. И вот такой вот подворот. Конечно, было бы клево. Почему-то я ожидала. Было бы клево, если бы они вообще были широкие к низу. Вообще это было бы супер. Но эта модель тоже очень классная. В общем, я очень рада, что эти брючки у меня появились. И они мне очень-очень нравятся. Тоже размер S. Продолжение следует... А, еще совсем забыла. Я заказала себе вот такую юбку. Бордо. Она идет плессированная. Что-то я такая невнимательная иногда, когда заказываю. Она, оказывается, пришла вот такая вот шерстяная. Здесь у нас 70% акрила и 30% шерсти. Вот. Хотя да, нет, я посмотрела на состав. Я ее заказала. Ну, почему-то я вроде ждала юбку, что она будет не шерстяная. Оказывается, она шерстяная и теплая. А, значит, актуальная сейчас я могу ее прекрасно носить. И плессированная модная, и бордо цвет модный. В общем, много под что она подходит. И также мне на модели понравилась она. Поэтому вот такая у меня теперь юбочка появилась. Посмотрите, как она на мне смотрится. Ну и еще просто счастье. Это кожа. Это классика. Я заказала шорты. Наконец-таки у меня нормальные шорты, свободные. У меня были до этого кожаные шорты, но ползадницы было с ними видно, если честно. И мой любимый вообще был против этих шорт. Я их задарила кому-то, отдала, не помню. Теперь я взяла завышенные шорты. Здесь они подвернутые, свободные. И не видно, не видно ничего того, что не должно быть видно. В общем, они прекрасного кроя вообще. Прям то, что я всегда хотела. И мой размерчик. И завышенная талия. Супер кожаная. Это же вообще классика. Это под все. И заказала еще тоже, мне понравилось на модели, как смотрятся. Вот такие вот брючки. Они тут, знаете, то есть, кажется, они какие-то маленькие как будто, да. Но они на самом деле идут как брюки. Такие более-менее такие, ну, несвободные и не обтягивающие, как лосины. Они такие вот классные. Они идут немножечко зауженные к низу. То есть, ну, как лосины, можно сказать, да. Зауженные, я имею в виду. Вот. Они идут с завышенной талией. Здесь такая идет рюха небольшая. У них идет отдельный пояс. Можно его одеть, завязать. Можно не одевать. Можно другой пояс какой-то завязать. И кармашки. Слушайте, ну, на удивление оно мне так понравилось. Ну, просто вот вы сейчас увидите и поймете, почему понравилось. Оно прекрасно сидит. Много под что подходит. И самое главное, подходит под мои ботинки. И, короче, вы сейчас увидите очень много образов. Возможно, уже увидели, да. Именно с этими брюками. Они шикарные. Размер S. Идеально сидят. Все, я довольна. Вот такие вот, девочки, у меня новинки. Я надеюсь, что вам что-то понравилось. Обязательно заходите на сайт Гипю. У них, на самом деле, всегда очень много новинок. Они постоянно, можете каждую неделю две заглядывать. И всегда будут какие-то новинки. Они идут в ногу со временем. Всегда что-то отшивают. Самые крутые модели всегда очень быстро разбирают. Вот. Предзаказы там постоянные. Там же есть несколько моделей, вещей, которые мне очень хочется заказать, если честно. Но пока их еще нет. Поэтому я жду, когда они появятся. И с удовольствием закажу и покажу. Ну, просто там невероятное количество, огромное количество вещей. Самое интересное, что если среди моих зрительниц, а таких наверняка есть, есть девушки больших размеров в плане одежды, то там тоже есть плюс сайз, очень хорошие модели, красивые, молодежные, которые вы можете себе заказать. Обязательно заглядывайте под видео. Я оставлю ссылку на этот сайт. И всю полезную информацию вы сможете прочитать в инфобоксе под видео. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось, как что на мне сидит. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Пока-пока.